вот и настал черед бомбочки а точнее всех бомбочек вместе взрыв наверное буду рисовать в отдельном видео так как он займет скорее всего больше всех времени а пока что создадим новый документ 32 на 32 скопируем этот несчастный квадратик сюда а я теперь все спрайты буду рисовать именно на этом фоне чтобы уже сразу их прямо фотошопа подгонять и по цвету и вообще по всему остальному чтобы потом не пришлось долго и мучительно их перерисовывать под наш этот как его под наш стиль и что все было окей так с размерами вроде как разобрались а теперь бомбочку я не буду делать совсем уж прям черный хотя наверное все таки придется нет вот чуть-чуть но уже не совсем черная а теперь немножечко прям такого синего оттенка там реально немножко вот так можно конечно еще взять во внимание то что на нее будет светить и желтые светильники причем сразу с двух сторон то можно пойти на такую хитрость а и посвятить подсветить нижнюю часть синим а верхнюю часть желтым но сделать это не очень ярко вот примерно вот так уже еще тоньше сделаю линии хорошо и теперь конечно же добавить более ярких пикселей как внизу так и сверху точнее как вверху так и внизу и не забываем что у самой бомбы тоже есть объем и соответственно ей можно добавить какой-нибудь там белый цвет белый блик но так как сам металл у этой бомбы у нас а довольно непрозрачный то есть сам блик будет не очень то ярким в принципе так и оставим и теперь что у нас теперь добавим соответственно у нас место еще есть добавим сюда фитиль на который точнее с помощью которого эта бомба и взорвется вот так вот и конечно можно его сразу же и поджечь для этого возьмем какой-нибудь красный ближе к рыжему даже точнее цвет и так мы покажем что этот фитиль уже зажженный если от него еще там пустить какой-нибудь дымок то будет даже намного прикольнее смотреться вот но здесь мы сделаем немного по другому а бомбы у нас будет только замедленного действия а то что у нас падало то есть бомбы которые взрывались при контакте с полом они у нас будут заменены на снаряды для вот этой вот турели вот она и соответственно такие вот у нас будут снаряды они будут похожи на какие-нибудь там танковые бронебойные конечно единственный вопрос который может возникнуть как вот этот несчастный пол может выдержать все это но это ведь игра в принципе если отдалить то бомбочка у нас смотрится уже практически готовой можно конечно черным цветом добавить сюда что-то вроде тени желательно это тоже делать какой-нибудь такой вот мягкой кистью вот да так смотрится гораздо лучше и теперь еще можно добавить что-то вроде гнезда для вот этой вот для нашего фитиля короче здесь конечно можно оставить и белый цвет но от вот этих вот искорок которые тоже дают свет здесь все таки будет такой желтоватый оттенок можно сделать в виде груши ну-ка ну я думаю без гнездом и без они смотрятся довольно таки прикольно можно попробовать сделать прозрачность поменьше ладно оставим пока вот так вот такая вот миленькая бомбочка у нас получилась мы мы ее вписали фактически а в 32 на 32 она даже получилась поменьше где-то даже 24 на 24 практически и теперь также ее сохраняем полностью размер 22 на 29 так 32 так и так также попробуем сохранить ее в гиф 16 цветов здесь слишком мало но нет все таки в гифе она смотрится как то но не очень поэтому сохраним ее в пнг нужно сохранить просто в тот формат который не испортит ваши все ваши старания так давайте же наконец то ставим его точнее даже мы ставим его а не сюда так как бомба у нас будет все таки как снаряд а вот бомбу замедленного действия о мне даже спрайт снаряда уже готов когда я успел его сделать отлично и дублирую спрайт и теперь 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 так надо его раскрасить в красный цвет можно в принципе даже сделать вот так сделать анимацию которую он будет у нас переливаться цветами а вот этот вот фитилек посмотрим как это будет выглядеть а уровень древhhhh но теперь она хотя бы мигает но с notice здесь все равно как-то темно. Помнится, что у нас здесь она гораздо светлее. Возможно, я что-то не то сохранил. Смотрим, что у нас теперь все в порядке вроде как. Но мне кажется, можно ее сделать чуть-чуть посветлее, что ли. Вот так. И добавим обратно. Смотрится довольно-таки прикольно. Посмотрим, что из этого получится. Так, смотрим, что у нас тут получилось. Не знаю, почему они пока что падают вот так вот. Наверное, там с маской что-то не так. Но теперь они смотрятся довольно-таки более прикольно. они мигают. И я думаю, игрок поймет, что они взрываются не сразу. Так, смотрится действительно намного лучше, чем просто вот этот черный мигающий кружок. И этим мы, конечно же, воспользуемся. Сделаем скриншот. И теперь заменяем здесь спрайт на снаряд. Меняем у него. Так, ну с маской здесь, в принципе, все нормально. А вот у этой бомбочки здесь, в принципе, тоже все нормально. Тогда я не пойму, почему она взрывается как-то вот так вот странно. Ну да ладно. А это уже потом буду разбираться с кодом. Главное, сейчас сделать графику. Бомбу мы, в принципе, сделали. Осталось теперь сделать от них взрыв. Взрыв, наверное, будет один и тот же использоваться. Но вот эти вот примитивные кружки я все-таки заменю на более красивый пиксельный взрыв. Вообще, никогда раньше пикселярные взрывы не рисовал. Рисовал только во флэш. Векторные. Я, в принципе, ссылку оставлю сейчас на видео. Так что, сейчас мы заканчиваем с бомбами и переходим к взрыву. Дальше нам останется только подкорректировать лазер и, конечно же, наши шипучки. И на этом работу над спрайтами можно считать оконченной. Разве что нужно будет еще немного поиграться с вот этими ящиками и поиграться со спрайтом нашего персонажа. Нужно будет его сделать. И на этом все.